Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok и прикольно смотрится. Я реально думал, что можно винилы поставить на Урус. Почему я так думал? Я не знаю. Вроде были с винилы на Урус. Если я, пацаны, ошибаюсь, напишите в комментариях. Нет, диски всё. Диски полное дерьмо. Их можно убирать. Их реально можно убирать. Я не знаю, блин. Я думал, здесь есть винил реально. Я хотел винил поставить. Так, давайте хотя бы нитро поставим. Азот. 500 тысяч. Всё, я их поставил хотя бы азот. А диски нужно снять, пацаны. Диски нужно снять. Блин, вот почему всё идёт не как я хотел? Так, антирадар я поставил. Убрать тюнинг. Так, надо диски, пацаны, убрать. Убираем диски. Всё. Нахрен просто диски. Стоковые диски нормальные. Вот теперь она хотя бы нормально выглядит. А чёрная какая-то она убогая была. А вот такая вот оранжевая, она реально симпатичная на вот таких дисках. Нитро теперь хотя бы есть. Поэтому я думаю, это довольно-таки круто. Так, я хотел бы ещё затронуть такую тему, пока я этот видос не выложу. То, что я уверен, что вы ожидали большего, что я сильнее машину протюнингую. Но, пацаны, всё упирается в бабки. Реально, я бы дал все бабки, чтобы её полностью затунет. Но у меня нету денег. Я вот 800 тысяч у меня был, а я эти 800 тысяч вложил как бы в эту машину. Да, я понимаю, что я всего лишь там поставил нитро, покрасил машину и поставил антирадар. Но, понимаете, ну, как бы это всё на халяву. Поэтому я думаю, вы меня всё-таки поддержите. Потому что я реально стараюсь. В будущем я постараюсь больше денег вкладывать в тюнинг. Накоплю просто хорошую сумму денег и буду уже кого-то брать в машину на прокачку. Но, к сожалению, бюджет у меня ограничен был. Это 800 тысяч, и поэтому всё, что я смог, то я сделал, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, пацаны, я продолжаю, но произошла некоторая проблема. Короче, не записался звук, когда я давал машину. Поэтому я сейчас вам вкратце всё расскажу и объясню. Я зашёл в игру, написал владельца данной машины, это Елизаветов, и я ей написал, как бы, то, что я готов ей дать машину. Я у неё узнал, типа, девушка она или нет, это мне нужно для названия видео. Написать подписчик либо подписчица. Она сказала, что она девушка, ей 24 года. Я поехал к ней, получается, к нотариусу. Показал ей машину. Ей, в принципе, всё понравилось. Потом, получается, мы пошли на нотариус. Я отдал ей машину. Она мне сказала большое спасибо. Вкратце, короче, всё хорошо. Всё получилось удачно. Поэтому можете смотреть, как я давал, в принципе, машину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, продолжаем видео. В этом видео будет две прокачки. Сначала я прокачал машину под пич, как вы видели. И теперь я возьму машину с автосалона и прокачаю её полностью, получается. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я, кстати, снимаю эту серию именно в двух днях. Уже второй день я снимаю эту серию. Скорее всего, может быть, завтра и третий день я буду снимать эту серию. Короче, долгая серия. Очень много нужно материала снимать. Очень много труда, поэтому надеюсь, что здесь будет реально много лайков. Всё, побежали, короче, получается, в автосалон. Будем покупать настоящую просто пацанскую машину. Это Lada Priora просто. Priora охрененная машина. Вот реально для новичка это, мне кажется, самая классная тачка. У нас как бы в семье 10 машин и все Priora, понимаете? Реально прикольная машина. Ну, чисто передвигаться реально просто по кайфу. Но мы теперь заценим её в полном тюнинге. Как она будет валить и что она вообще из себя представляет. Вот она, пацаны, просто чёрная бестия. Но я не знаю, какой цвет её брать. Давайте, наверное, возьмём белую Priora. Чисто такая беленькая, красивая такая Priora у нас будет. Кстати, я заметил, что Lada Priora стоит столько же, сколько стоит Logan. Но честно, мне внешне больше нравится Priora, чем Logan. Поэтому мы покупаем Priora. Стоит она, пацаны, 400 тысяч. Всё, я купил Priora. Деньги селись, пацаны. Остаётся 700 тысяч. И эти уже 700 тысяч пойдут на тюнинг данной Priora. Всё, я, короче, забрал уже Priora из своего дома. Я вот еду, пацаны, и смотрю на неё. И реально очень классная тачка. Вот в белом цвете она мне очень нравится. Скорее всего, я её перекрашивать не буду. Потому что реально белая Priora очень симпатичная. Едет она 113 километров в токе. С чипом я не знаю, сколько она поедет. Но мы это обязательно проверим. Ну, согласитесь, что машина реально очень симпатичная просто. Даже эти диски, в принципе, нормальные, стоковые. Но, скорее всего, какие-то другие поставлю, если они будут нормально влазить в арки там и так далее. Но реально тачка очень годная. Поэтому я не жалею, что взял именно её на прокачку. И хотел бы вам напомнить, в чём самый прикол. То, что я сейчас сделаю тюнинг этой машине, этой Priora. И потом я её чуть позже, там, через несколько дней после опубликации этого видео, я её разыграю на стриме среди вас. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, что ж, я приехал к СТО нашему. Даже нету смысла рассказывать, где она находится. Я думаю, вы уже все прекрасно об этом знаете. Тут Ягор пытается заехать, походу, в СТО. Так, вот он заехал. Давай теперь заедем за ним. Надеюсь, он сейчас не выйдет, чтобы мы машины наши не разбили. Вот реально, блин, вот мне на стоковых дисках и белой она очень просто нравится. Но я хочу сделать такой грамотный тюнинг. Я хочу делать колхоз. Ихдравлику я ставить не буду вообще. Поэтому сейчас будем её тюнинговать. Так, цвет. Наверное, диски. Сначала выбираем, пацаны, диски. Посмотрим, как они вообще здесь смотрятся. Так, они смотрятся здесь нормально. Они по размеру совершенно нормальные. Ни большие, ни маленькие. Блин, я даже не знаю, какие диски можно сюда поставить. Может быть, какие-то Воссены чисто такие красивые, чтобы она просто смотрелась. Вот эти диски, кстати, прикольно на ней смотрятся. Вот эти белые. Вот именно белые диски на ней хорошо смотрятся. Ну, Воссены, видите, ну, не очень смотрятся. Но я думаю, мы для неё диски какие-то найдём. Вот мне вот эти диски понравились, по-моему, вторые. Вот эти тоже, кстати, неплохо смотрятся. Эти я точно ставить не буду. Эти тоже не буду ставить. Ну, разварки это хорошо, пацаны. Но давайте оставим это для какой-то, знаете, боевой классики. Там, пятёрочка, либо ещё что-то. Вот эти диски ещё прикольнее, кстати. Вот эти диски мне тоже нравятся. Для приора они очень подходят. Белые. Короче, либо вот этот... Нет, где этот вариант? Сейчас мы его найдём. Короче, либо эти диски, либо получается 14-ый. Но мне 14-ый больше нравится, поэтому покупаем их. 10 тысяч они стоят. Так, давайте ставим азот. 40 тысяч он стоит. Повторюсь, гидравлику я ставить не хочу, пацаны. Ну, она здесь не нужна, понимаете? Она здесь не нужна. Так, чип, конечно же, ставим. Стоит он 250 тысяч. Сигнализацию я, конечно же, тоже поставлю, чтобы нашу малышку никто не украл. Антирадар тоже покупаем, потому что ну, пушка-конка приора, пацаны. Ну, приора вы сами понимаете, в принципе. Поэтому антирадар ей по-любому нужен. Всё, вроде бы всё, что я хотел, я поставил. Можно выезжать. Ух ты, бля. Вот на этих дисках, пацаны, просто персик, булочка просто. Блин, я реально себе приору захотел, личную просто. Понятное дело, что эта приора пойдёт на розыгрыш, но вот эти диски просто очень классно идут. Просто идеальные диски для приоры. Просто ай-яй-яй, какая лайба просто, пацаны. Я просто в шоке. Реально она очень классная. Я всей жизни хотел бы точно такую приору белую и на таких дисках. Это было бы просто круто. Ладно, давайте теперь поедем, замерим максималочку. Так, здесь аккуратно объедем, чтобы в светофоре не стоять. Ну, зачем она надо, пацаны, с приора? Мы не должны стоять на светофоре. Так, давайте посмотрим, какая у него максимальная скорость. Так, нитро я поставил. Ого, на угон, едет, кстати, неплохо. Так, давайте ускоряемся. Едет она 124, я видел. Максималка у него. Ну, максималка не сильно величилась. У него максималка была 112 без чипа, а сейчас максималка 124. Вот, 26. Ну, короче, 125. Давайте середину возьмём золотую. 125 км в час. Я считаю, что для новичка эта машина просто идеальна. Да даже не для новичка, я бы себе такую машину взял. Реально. Но, конечно же, я её себе не оставлю, потому что она пойдёт к вам на розыгрыш. Но, возможно, когда-то в будущем я себе куплю приору. Просто я хочу приору на красивых каких-то фуллблат номерах. Прикиньте, приора на фуллблат номерах. Это было бы просто охрененно. Ну, что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Повторяю, что эту приору я разыграю на стриме спустя несколько дней после публикации этого видео. Поэтому подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, ставьте лайки и всем пока-пока.